В бандиты я не пойду. А чё? Не хочу. А чё хочешь? Не знаю, сейчас обживусь, посмотрю, чё, куда. Там видно будет. Ну что, за процветание оптов в розничной торговле? Послушайте, ну в коридоре ведь нашли кровь. Ну, значит, кто-то из нападавших ранен. В больницах надо искать. У тебя глаза голубые или серые? Руки убери свои поганые! Я вообще пошёл вон отсюда, а то я сейчас не знаю, что сделаю. Лёха, Лёха, подожди, стой, пускай сами разбираются, что ты, Лёха. Лёха, ты говоришь, стой, Лёха! Здрасте, Юрий Михайлович. Капитан Тарабукин. Ох, уголовный розыск. Я тебя прошу, отстань от неё. Оп, слушай, ты мне не нравишься вообще? Постарайтесь к больному, как минимум, сейчас никого не пускать. Ранение очень серьёзное. Значит так, ты должен десять косых. Кто там? Лёша, ты я открою. Что тебе надо? Можно я войду? В сторону! Скорее! 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 Они тебя убьют. На рынке говорят, что нет. Ну это мы посмотрим. Да, ребята. Таким портретиком мы будем искать до второго происшествия. Меня Алексей зовут. Швенцов Алексей. Мне его брат адрес дал. Мы с ним вместе сидели. Хорошо. Ну что ж, приём не сладкий. Ну добро пожаловать. Приношу свои извинения. Это вам. У нас можно многое. Ошибаться нельзя. В общем, появилось ощущение, что после месяцев унижения я пропал в нужное место. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, смотрим сюда и думаем о том, что видим. Запоминаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна слегка примята и у фильтра надорвана В середине еще одна Честерфилд и две Мальбре По бокам тоже Честерфилд Угу Ну а дальше можешь? Три гильзы пистолетные Две гильзы от Макаровых Одна от револьвера Холостая Ну, три камешка Нет, четыре Один черный, остальные серые Ну, горстка спичек Сколько, не знаю Ну, примерно штук семь-восемь Мусор разный Нитка синей, табачинки И у холостой гильзы Малюсенький кусочек яичной скорлупы Неплохо Давайте На стрельбу Олег, у тебя закончили Смена, парни Так, внимательно смотрим И запоминаем, что лежит на стреле Внимательно, каждый предмет на простое Стрельбу окончил Стрельбу окончил Опустили оружие Пойдем глянем К мишеням Неплохо стреляешь Ну, как умею Да и память парню ничего Радостно Парни, на сегодня все Отлично поработали Всем отдыхать Спасибо, парни Что ты мне не отвезли С ужиной, свадебным платьем Небесно Нас готовили как наемников А нашими учителями были спецы Из военной разведки ГРУ Были ребята из КГБ Мы ощущали себя Элитными бойцами Спецназа Ну, что скажешь, мальчишки Пацаны Я особенно радовался оружию Вот это мое Оружие и женщины Это две мои составляющие части Только женщину защищаешь ты А оружие защищает тебя И мы были сильными Могли защитить Себя и своих женщин Ведь в то время как было Сидишь с девушкой в кафе Заходит компания Слышь ты, ну-ка давай встал И вышел отсюда Это наше место И ты метнешься к выходу От греха подальше Вот с нами такие номера Не проходили Наша сила была В нашей дисциплине Один звонок на пейджеры Как по тревоге Мы подвигались На решение любой проблемы И не важно Ночью, в метель, в дождь Без опозданий Да балашки подбросишь Друг, выручай, да балашки подбросишь Отлично Супер Фу, опаздываю страшно Спасибо Парни, дипломатический работник Шесть букв Первая А Четвертая А Походу, атоши Че? Знаю Здорово Леша У нас не опаздывают Поднимайся и в машину Всего на пять минут опоздал Да мне хоть на пять секунд Я машину ловил Это твои проблемы На первый раз погладил На другой раз в реанимации проснешься Понял? Понял Поехали, полтонны навести Простите Извините, не подскажете, где мне найти майора? Про долгих У нее обед Обед? А мне Мираб Васильевич не сказал ничего А, так вы от Мираба? Да, лейтенант Егоров Александр Дмитриевич Долгих? Елена Анатольевна? А че, вы обмануть меня хотели? Конечно, хотела Откуда я знаю, кто вы? А у меня обед А, так может я не вовремя? Да ладно, шучу Пойдемте, чайку папки Пошли, пошли Аааааааа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Олежка! Здорово, братуха! Как добрались? Нормально добрались. Здорово, братва! Пойдем-ка я тебя хорошим отборным мяском угощу. Тут колхозик под тебя подмял, так они вот каждое утро привозят мяско. Сейчас оценишь. Кстати, как тебе мои хоромы? Хорошее место. Дом красивый. А ну так три лимона сюда вбакал. Дом культуры и отдыха? Нет, замок. Только не хватает моря. Кстати, я тут с братками хочу в Черногорию пару таких домов сфарганить. Нужен хороший архитектор. А нет, Семен. А поможешь? Тут я тебе не советую. Ты же сам знаешь, если хочешь кем-то быть, просто будь. Ха-ха-ха! Золотые слова! Олег Геннадьевич! Нормально все, будьте здесь. Парни, ребят накормите, пацаны отдыхайте. Что, в теннис играешь? Да. Что, дай партейечку? Ну, давай. По соточке. Давай. Кирюха, Макс. Ну, что, папа, я же тебе говорил. Я же не просто так поднялся. Да, конечно. Слушай, хорошо тебе здесь. Живешь, как у Христа за пазухой. Красавец, Семен, молодец. Красавец. Давай. Молодец, дрелать! А что? Ложись! В машину! Живо! В машину! Живо! А ну-ка, покажи! Живо, я сказал, в машину! Да, да, вот. Идти можешь? Пожалуйста, вот ваш клиент. Спасибо. Авдоченко Валентин Сергеевич. Угу. Кличка Бульдозер. Из Медведковских. Медведковских? А кто-нибудь есть еще из этих Медведковских? Господи, чего нас только нет? А можно я? Можно? Слушаю. Здравствуй, Жень. Что можно? Его можно. Это вас. Меня? Алло. Да, Жень. Понял. Сейчас буду. Сейчас буду. Все. Елена Анатольевна, простите. Мне нужно убежать. Извините. До свидания. Угу. Не всплывет? Да там камень такой. Двух бульдозеров удержит. Кирюха, дела бульдозера принимай ты. Как Леха. Да нормально вроде. Значит так, парни. Придется нам на недельку на дно лечь. Леха, тебя это тоже касается. Давайте одевайтесь, сейчас поедем. Ну что, Валентин Сергеевич, прощай. Прощай. За Лехой проследишь. Тихо. Тихо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Готовы? Вперёд! Да. Погуляли. Девятка. Револьвер, наверное. Почему? Гильзы нету. А, ну да. Ой, эстет, иди лучше соседей опроси. В упор бил. Посмотри, какое выходное отверстие. Ну да, бил в упор. Следы вон пороха присутствуют. Четыре-четыре рёмки, четыре пива. Надо по мутынкам пальчики смотреть. Да. Какая вкусная кашка. Не хочу! Ну что ты капризничаешь, а? Ну-ка давай. Не хочу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Горе. Да. Привет. Я хочу тебя увидеть. Лёш, что случилось? Я не знаю. Просто приезжай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не могу. Я с ребёнком дома одна. Я не могу. Понимаю. Прости. Лёш. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поймите, у меня душу наизнанку выворачивало. Я вдруг со всей ясностью понял, что мобилизован на войну. А на войне, как на войне. Не убьёшь ты, убьют тебя. Вот теперь нас за дороги не было. Живым. Неужели вы не понимали, что так всё и закончится? Ну, вы поймите, никто из нас не писал заявление в отдел кадров. Мол, примите меня в Ореховске на должность бойца или киллера. Число, подпись. Всё было проще, обыдненнее. В банду приходили просто друзья. Друзья, друзья и одноклассники. Это были молодые, крепкие ребята. Которые просто устали терпеть унижения от беспредельщиков и новых хозяев жизни. Время было такое. Раньше всё было... Общее. А тут бац, у всего появились новые хозяева. В один миг. Кто первый встал, того и тапочки. А у пацанов подруги, семьи, детей кормить надо. А у Пыряевых тебе зарплату, защиту и уважение. И задача-то простая. Нужно просто защищать бизнес, который тебя кормит. Это понятно, а что потом? Ну а потом один выстрел и всё, ты готов. Назад пути нет. Понимаете, это трудно переварить сходу. Вот поэтому мне на тот момент нужна была Аня. Лёшенька, мальчик! Вы не имеете права. Вы всё нормально, взрослый парень. Игорь Николаевич, ну посмотрите, что делать. Всё нормально. Посмотрите, что сделать. Лёшенька, бутерброды. Бутерброды, Лёшенька. Там милиция столько подвезла. Я так переживала. Господи, ну а что с тобой я так переживала? Это из-за Мурата, да? Ты заплатил его. Лёша, где ты деньги взял? Господи, руки такие холодные. Ты что-то натворил? Натворил что-то. Где ты взял деньги? Скажи, пожалуйста. Молчи, ничего не говори. Просто будь. Я ещё по телефону не почувствовала, что-то случилось. Лёша, я не могу. Ты у меня есть одна. Родной, ну пожалуйста, не надо. Скажи ещё раз, скажи ещё раз. Что? Ещё раз, родной, скажи. Родной? Микки как залился. Я думала, фейерверк. Выбежала, а тут эти бегут к машине и одного на руках тащат. Раненого? Я не знаю, я не видела. Не поняла. Знаете, здоровый такой, как шкаф. Как шкаф? Симпатичный, симпатичный. А сколько их было, говорите? Ну, не знаю, четыре-пять. Не понял. А опознать сможете кого-нибудь? Не-не, не смогу, нет. Может быть, кого-нибудь узнаете? А я не смогу. Смотрите. Ну, я... Ну, а что это у него с таким страшный-то? Какие есть? Сань, привет. Ну, хвастай, как ты тут здесь? Здорово, Макс, а ты чего здесь? Поставляли? Не-не-не, Макс, туда нельзя, там сейчас группа работает. Ну ладно, я тогда позже всю эту красоту сниму. А это что, свидетель? Да если бы. Что? Вот этот. Вот, Макс. Симпатичный. Симпатичный? Да. Точно. Он. Мне пора. Я тебя не отпущу. Поздно уже. Что Сашке скажу? Скажешь, что ты его никогда не любила и жить с ним не хочешь. Я не могу. Не могу. Не могу. Хорошо, тогда я скажу. Я не могу так. Все очень сложно. Господи, что я делаю? Меня там настякла. Отпусти меня. Отпусти меня. Я отпущу. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не отпущу тебя. Я не отпущу тебя. Не отпущу. Пусти. Пусти. Пожалуйста. Ты с ним спишь. Я тебя люблю. Пусти. Елена Андреевна. А что случилось? Настя. Настенька. Поехали. 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 А? А чего? Продолжен. Ты всё ещё не ударил, всё метишь сам. Беряки. Чё там Лёха? Могучий. Стержень имеет? Боец. Чё скажешь, Ося? Ну что я тебе скажу По мишеням каждый дурак может стрелять Научить бойца стрелять и умирать Это еще пол дела А вот заставить его убивать Брось мне камушек А ты поработай с ним Ты в этих делах у нас мастер Тебе и карты в руки Пробей по полной Что там свести Денег не будет Что ты хочешь, чтоб я его взял с собой что ли? Почему бы и нет Осин, обстановка накаляется Нам по-любому нужен новый стрелок Бери руку Циклоп он и в Африке циклоп Ему одному все равно Трудно будет Ну значит будем приобщать Походу я позвоню И скажу когда вам стартовать Я сейчас Алле Да, я Африке 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 Настя заснула? Ну чё, как она? 38-9 снова. Я же говорил, надо было в больнице остаться. Ты видел в ту больницу? А врача? Он же в хлам был. Что ты делаешь? Ну-ка, подержи. Уйди-ка. Елена Андреяна, мне мама всегда так делала в детстве. Мама. Ее укрыть надо. Мало того, что бросил ребенка. Теперь еще и гробить хочешь? Мама, потише. Дай-ка сюда. Тихо, тихо, тихо. Давай попьем. Давай потихонечку попьем. Вот, хорошо. Ложись. Держи. Мой ты, господи. Ой, господи. Горит же вся. Аспирин ей нужен. Чё, у нас нет, что ли? Да я смотрела, кончилось. В аптеку схожу. Саша. Давай я схожу. Хорошо. Микстуру от кашля, не забудь. Ой, как же страшно, когда они болеют. Господи. Господи. Кашляйте сильно. Да весь день сегодня дохло. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не дай бог с ней что, я тебя... Мам. Не мамкой. Аня. Лешка. Ты зачем здесь? Просто так. На тебя посмотреть. Аня. Сегодня уезжай. Куда? Так недалеко. Скоро вернусь. Лешка. Я не могу так. Правда не могу. У меня семья. Я... Я не могу. Нет. Я не понимаю. Если любишь, какая разница? Все остальное не имеет значения. Все остальное не важно. Ты как ребенок. Я... Лешка. Всё, всё гораздо сложнее. Гораздо. Я вот только одного не могу понять. Ты ведь не любишь его. Как ты сможешь с ним жить? Бо, яОВэн. Бо, яОВэн. Ай, бой, бой. Вот ты лейтенантом, а я майором из армии уволился. Достало всё. Зарплата мизерная, бардак кругом. А у Пыряевых у них дисциплина такая, какая и должна быть в армии. Посмотри вокруг. Война, враги кругом. Поэтому мы должны сражаться за свое место под солнцем. Это понятно, но мы все-таки люди. А разве нельзя по-человечески договориться? Нельзя, Леха, нельзя. Мне сейчас самое главное определиться, кто ты. Человек, который готов идти до конца или так, приши и пристегни. Так я вроде определился, раз пошел с вами. Это хорошо, Леха. Очень хорошо. Вон наш вагон, пошли. Кто это? Кто это сделал, Лиза? Это подонки. Вандалы. Ой, я сейчас умру. Гера, Герочка, ну, я тебя умоляю, успокойся. У меня у самой ноги подкашиваются. Я сейчас умру. Картины не деньги. Рано или поздно найдутся. Вы меня простите, пожалуйста, вы честно ничего не слышали? Вот я проснулась в полвосьмого. Так. С чугунной головой. И форточка, Настюш. Они через форточку влезли. Должен вас огорчить, они вас, как белые люди, через дверь вошли. Да. А вы снотворные какие-нибудь на ночь принимаете? А сигнализация? Сигнализация. Значит, вас усыпили. Точно. Я все понял, нас отравили. Лиза, быстро. Уголь, бактисептилы, фильтр. Ну, все, что у тебя есть. Давай, успокойтесь, успокойтесь. Отравили. Карандашный рисунок Серова. Да. Простите, пожалуйста. На секунду. Вот эта икона. Почему они ее не украли? Тяжелые очень, вынести не могли. А, а я думал, со страху. Разве у подонков что-нибудь святое есть? Ну, вот когда поймаем, обязательно спросим. Девушка, посмотрите, хорошо мне идет? Очень. Девушка, вы внимательно посмотрите, пожалуйста. Привет, Гоша. Идите вообще сюда. Ну, подойдите, помогите, пожалуйста. Что вы все молчите? Может, мне свет не идет? Очень идет. Да? Я не молчу. Выдохните. Берете? Ну, хорошо, да. Тогда беру. Ну, как тут дела? Снимите это немедленно. Я вам сама подберу. Ну, ты что, обалдела, что совсем? А что, так плохо? Да нет, это просто фасон не ваш. Попробуйте. А это для пожилых. А, хорошо, сейчас попробую. Спасибо. Ты что, мать? Она в этом, как корова. Какая разница-то? Какая разница? Она потом придет и всю душу уйдет. Что с тобой? Как Настя? Нормально, гуляем уже. Понятно. Отвечала с ним? Виделись? Женщина, ну как вам? Вот, смотрите. Вот. Совсем другое дело. Европа. И фасон вас. Я могу сразу в нем идти? Конечно. Любой каприз за ваши деньги. Спасибо. Двадцать, да? Да, двадцать. Спасибо. Маму, спасибо. Приходите еще. До свидания. Ну, что там у вас? Послава? Ну, молодец. Ничего путного бы из этого не вышло. Кто молодец? Я люблю его. Ненавижу себя. Все готова для него сделать. Что ты не понимаешь? Ну, конечно. Куда нам простым-то? Я не знаю. Я не знаю, Наташа. Я не Сашку вроде. Наверное. И Васька на него похожа. Господи. Зачем я сюда треперлась? Я виновата. Нет. Прости. Я не хотела. Прости. Прости. Правда, я не хотела. Все равно нашел бы меня. Ань, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты ради него Настю бы бросила? Стелла, а где у нас отчеты за девяносто пятый год? Все здесь. А, благодарю. Простите. А мне можете еще раз объяснить? Я что-то не понял ничего. А, ГУПД – это газ пролонгированного действия. Ну, для специальных операций. Вам, скажем, надо украсть невесту. Вот вы и усыпляйте всех ее родственников, друзей, знакомых. Спасибо. Я лучше так договорюсь. А, аккуратнее. Ну, а если я правильно понимаю, это же довольно редкая штука. И на обычных складах не водится. Что, вы шутите? Конечно, нет. Стелла, а мы готовы к выезду? Все собрано, Никита Борисович. Благодарю. Простите, нам скоро ехать. Да, это Шишкин. А что же вы так обрезали-то неаккуратно, а? Ну, ты же в Швецию уезжаешь. Вот мы и торопились. Руки бы вам оборвать. Малые голландцы? Они сейчас на аукционах снова в цене. Жаль, не выставишь. А ты инкогнито. Угу, инкогнито. Всем бы такими умными быть. Так, а что там? Сироп? Да. Ну, что ж, беру все оптом. Два лимона. Вить, ты часом не охренел? Тут одна вот эта картина столько стоит. Она-то, может, и стоит. А вот кто ее купит, кроме меня? Ну, у меня знаешь, сколько покупателей? Знаю. Нисколько. Живопись из каталогов. Такую, друзья, мне покажешь. Хранить надо в темной комнате за занавеской. Воровское счастье. Ну, ведь счастье. Давай еще пол лимона. Не больше двухсот. Потом мне нужно время, чтобы обналичить такую сумму. Сколько тебе надо? Ну, дня три-четыре. А я не меркантильный. По рукам. Вот это другое дело. Да, только картиночки я заберу. Сам понимаешь. Да. Помоги. Шишки нам надо особо бережно. Вот так. Вот так. Офицер офицера всегда поймет. Он был настоящей кладезь специальных знаний. Такие знания не вынесешь ни из военного училища, ни уж тем более с зоны. А эти знания Головин приобретал рискую жизнью. Во многих уголках планеты. Теперь охотно делился ими со мной. Разведка элиты в армии. Это так интересно, романтично. У меня голова закружилась. Ну, приятно осознавать, что Аф тебе ценят лучшие твои качества. Наблюдательность, аналитический склад ума. В общем, я стал полностью ему доверять. Значит так, я выхожу от него и еду сразу на хату. Ты остаешься здесь. Картина он у себя хранить не станет. Ты следишь, куда он их повезет. Может, сразу перепродаст. Хорошо бы. Справишься? Без проблем. Ладно, тогда все пучком. Я пошел. Давай. Папа. А мы сегодня с Настей стишок какой выручили. Настя, расскажем. Выступает Анастасия Егорова. Егорова. Только медленно. Хорошо. Что может быть семей дороже? Тепло встречает. Отчий дом все ждут тебя. Всегда с любовью провожает. Путь с добром. Вот так. Хорошо. Понравилось? Молодец. Вот какая у нас артистка растет. Мы выручили. Зайка моя. Очень нравится. Молодец. Пожелайте спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем, мой ленький. Пойдем. Пойдем, моя золотка. Ты моя хорошая. А что, Аня, все еще на работе? Угу. На работе. Я боюсь, ребенок скоро забудет, как она выглядит. Не начинай, мама. Что, мама? Саша, ты вообще стал какой-то другой. У тебя как будто шторки на глазах. Ничего не видишь. Что ты хочешь, чтобы я видел? Не любит она тебя, Саша. Ну, поверь ты моему материнскому сердцу, не любит. Ты знаешь, что Лешка из тюрьмы вышел? Знаю. А то, что Аня с ним общается, ты тоже знаешь? Ничего ты не знаешь. Баллоны находятся на спецхранении. Попасть чужаку на такой склад нереально. Значит, их мог покидеть только тот, кто имеет допуск. Газ быстро выводится из организма и быстро выветривается. Сыщения были уверены, что мы ничего не найдем. Допуск кто имел? М? Я говорю, допуск кто имел, гений? А, кладовщик за складом. А, инспектора могли. Угу. И министр обороны. И министр обороны. Издеваешься? Да нет, что ты, Санек. Я абсолютно серьезен. Саша, ну, а почему ты, ну, вместо того, чтобы взять и прижать этих бандитов к стенке, ты сейчас все это мне сидишь и объясняешь? Ну, санкция нужна. Санкция? Так ты же у нас оперативный работник. Ну, доказательств никаких нет. Так у тебя их и не будет. Пойдем. Куда? На склав, пошли. Да подожди. Жень, ну как? Прямо вот так вот, без санкций, что ли? Как мы? Поехали, я тебе говорю, санкции. Подожди, ну как мы? Ну, сейчас. Да подожди, Жень. Жень! Подожди, ну что мы? Женя! Вы что, охренели? Вы? Ради бога, извините, товарищ старший прапорщик. Да ты ессень! Научитель, не он! Вы Самохин? Точно! Вы Самохин, нам Павлович вас так описал! Какой Павлович? Ну, как какой Павлович? Ну, зампотыл ваш, Тимофей Павлович. Ну, товарищ старший прапорщик. А, зачем вы сами кто будете? Так мы, это, королевская кухня. Здравствуйте. Так, а здесь вам что надо? Так мы, товарищ старший прапорщик, нам тут воробушек шепнул, что вам пришли экспериментальные маскировочные халаты. Ну, пришли. А вам что? Ну, так мы бы приобрели, ну, для охоты. Ребята, вы что, это же армия, это не ментура вам. Вот и я говорю. Но, товарищ старший прапорщик, у нас у ментов сейчас тоже отношения рыночные. Сколько надо? Да, может, только сорок мы взяли. Сколько? Сорок, а что, в лёгкую у нас? Ну, в лужниках, точка. Да, вы что, на всю ментуру собираетесь, что ли? Нет, в лужниках. Да, в халаты в лёд уйдут. Конечно. Ну, вы менты даёте, поём-то. Не-не-не, лучше поедем. Поехали. А потом ещё можно будет взять? Договоримся. Так, тридцать девять сорок. Ну, вот это же другой разговор, товарищ старший прапорщик. Ну, отличная же вещь. Я дерьма не держу. Это точно. Эй, капитан, капитан, не надо там шариться. Пойдём, пойдём. Слушай, а может, ты нам газ продашь, а? Какой газ? Усыпляющий. Зачем вам усыпляющий газ? Ну, так... Для рыбалки. Рыбу усыплять. Ну, вы шутники, однако. Ты, лейтенант, эти шутки брось. Эта вещь у нас на спецхранение, она только по особому распоряжению, если хочешь знать. Да ладно, у тебя же допуск. И потом, какая разница, всё товар? Товар? Ну, да. Ну, конечно, вам только дай волю. Вы всю Россию распродадите. Ой, ну ладно, товарищ прапорщик, за счёт России я бы так не кричился. Ну, да ладно, не переживай, баллон мы тебе вернём. Скажешь, клапана плохие, газ отравился. Знаете что, ребятки, идите-ка отсюда, по-добру, по-здорову. Пока я охрану не позвал. И запомните, русский офицер не продаётся. Чего ты ржёшь-то? Пошёл отсюда! Идите оба отсюда! Всё, всё, не вопрос, сейчас уходим. Последний вопрос. Сам-то как думаешь, прапор, ручки свои взятка я нашу не запачкал? Ах вы, ну, сволочи. Такая работа у нас кусок. Да ты садись, садись, не перепенься, садись. Сука! Ну, теперь ты не отмоешься. Ну, так чё, оформляем задержание или будем разговаривать? Пиши, кому в последний раз продавали газ? Субтитры подогнал «Симон»